Играть, развиваться, лечиться и обучаться одновременно. Такую уникальную возможность получили слабовидящие дети нашей республики. 90 ребятишек с ограниченными возможностями на протяжении месяца будут обучаться в санатории «Лесная сказка» без сопровождения родителей. Как это стало возможно, вы узнаете из нашего сюжета. Проверка зрения для Димы – процедура привычная. Непривычное место и отсутствие родителей. Но это его совсем не расстраивает. Много у меня друзей появилось в санатории. Мне это в санатории очень нравится, когда я сюда приехал. Он нравился мне. И я был счастлив. Таких счастливых, слабовидящих детей в санатории «Лесная сказка» 90. Это первый раз, когда ребятишки приехали такой большой группой. И впервые они могут развиваться, лечиться и обучаться одновременно. Кроме стандартных уроков по общеобразовательным предметам, дети занимаются квилингом и вязанием. К тому же эти особенные дети получают возможность общаться с обычными детьми. Вот незрячим помогают, зрячие постели заправлять, ходить на прогулку, им тяжело выходить. Вот некоторым, да, вот помогают друг другу. Даже мы не знаем, что они не с нашей школой. В санатории «Лесная сказка» лечат и оздоравливают детей от 5 до 16 лет с заболеваниями органов дыхания, кровообращения, часто болеющих детей. На 1 ноября этого года здесь побывали более 4 тысяч ребятишек, из которых почти 300 с ограниченными возможностями. Совместная работа с Республиканской офтальмологической больницей позволяет добиться лучших результатов в лечении, отметили специалисты санатория. Специалисты этой клиники при заезде детей осмотрели всех деток и к нашему лечению добавили специализированное офтальмологическое лечение. Следующий заезд в «Лесную сказку» тоже необычный. 2 декабря слабовидящих детей заменят слабослышащие. Ольга Алексеева, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов. Республика.